В мире неудобств. Почему соликанцы с ограниченными возможностями чувствуют себя в городе чужими? Двери закрываются. Какую опасность представляет собой вход в магазин? Олимпийская сотка. Когда в городе появятся деньги с олимпийской символикой? Творчество на показ. Для кого в Декаприкамье прошел краевой фестиваль? Буйного задержанного удалось угомонить только при помощи табельного оружия. Инцидент произошел в ночь на 30 октября. Тогда мужчина 85-го года рождения был задержан по подозрению в совершении грабежа. В полиции молодого человека привели в комнату для опроса по существу. В ходе опроса молодой человек стал вести себя агрессивно. Сломал стол, скинул всю оргтехнику с соседнего стола, попытался разбить окно, но у него не получилось. В этот момент сотрудник полиции вышел в коридор, предупредил молодого человека о том, что если он не прекратит свои противоправные действия, он может применить табельное оружие. Молодой человек не успокаивался, в связи с чем сотруднику полиции пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух. Замечу, за оказание сопротивления сотрудникам полиции преступнику может грозить до 5 лет лишения свободы. Продолжая криминальную тему, муниципальным отделом МВД России Соликамский за преступления, а именно за насильственные действия сексуального характера, разыскивается Сажнев Николай Николаевич, 63-го года рождения. Если вам что-либо известно о местонахождении преступника, просьба сообщить в группу розыска по телефону 51032 или по телефону 02. Анонимность и вознаграждение гарантируется. Сегодня государство все больше уделяет внимание людям с ограниченными возможностями. Для них создаются реабилитационные центры, пишутся и реализуются различные социальные проекты. Как работают в этом направлении соликамские власти и почему соликамцы с ограниченными возможностями по-прежнему чувствуют себя в городе не в своей тарелке. Александре Комиссаровой сейчас 15 лет. В свободное время она сидит в интернете или читает. Гуляет она редко. Таких, как она, называют «особый ребенок». По квартире и на улице она передвигается в инвалидном кресле. Но совсем недавно Саша совершила, можно сказать, подвиг. Вместе с организацией «Луч» она ездила в Германию. Там можно спускаться вот прям с тротуара, то есть в трамваях есть такие штучки, уровни опускаются, и то есть с тротуаров прям можно заходить в трамвай на ровном месте. Никакие препятствия, то есть ты не преодолеваешь. Ровные дорожки, то есть не так, как в России там. И в этом Саша, безусловно, права. Зайти в магазин с ребенком на инвалидной коляске бывает невозможно. Пандусы хоть и есть, но они не всегда удобны. А если ехать куда-то на автобусе, то придется также столкнуться с рядом проблем. Это высокие подъемы к остановкам, да и в сам автобус забраться нелегко. Поэтому Саша гуляет только с друзьями и мамой. То, что мне трудно, да, возможно, где-то это и есть. Но всегда есть люди, которые готовы помочь и готовы прийти на помощь. Прийти на помощь могут не все. Как говорит Галина Белагу, председатель организации «Луч» волонтеров, приходящих к ним почти нет. А ведь каждой семье, воспитывающей особого ребенка, нужна не только материальная помощь, но и физическая, и, конечно, моральная. Сегодня в Соликамске более 300 семей с детьми с ограниченными возможностями, но ездили в Германию лишь немногие. Большая проблема для инвалидов. Что мы заметили в Германии, что все инвалиды гуляют без сопровождения. Они самостоятельные, они на колясках передвигаются самостоятельно, так как уровень, например, автобусной остановки соответствует уровню подъезжающего транспорта. И инвалид без труда может заехать и в троллейбус, и в автобус. Проблема не только в уличных удобствах, говорит Галина. Родители детей-инвалидов очень обеспокоены будущим наших детей, так как у нас, мы боимся болеть, мы боимся стареть, потому что мы не знаем, что будет с нашими детьми. Евгения Константинова, Сергей Зибзеев, телекомпания Сольтова. Ученые нашли двойник Земли. Экзопланета с практически земными размерами, массой и даже плотностью находится на стыке созвездий Лебедя и Лиры. Экзопланета могла бы стать полным двойником, если бы не запредельные температуры на ней, а именно от одной до двух с половиной тысяч градусов по Цельсию. Тем не менее, Кельпер-78b уже называют самой землеподобной планетой из тех, которые ученые нашли на данный момент. Какие новости еще привлекли внимание нашего редактора, смотрите прямо сейчас. Журнал Forbes назвал самых влиятельных людей мира. В итоговом списке на первую ступень, сместив президента США, поднялся Владимир Путин. Заметим, российский президент в тройке лидеров с 2009 года, но до первой строчки дошел впервые. В рейтинге также есть Дмитрий Медведев в 53 место, президент Роснефти в 60 место и богатейший россиянин по версии Forbes, Алишер Усманов в 63 место. Пермская пенсионерка обвинила дверь в причинении вреда здоровью. Женщина получила травму при выходе из продуктового магазина, автоматические двери которого при закрытии ударили ее по руке и, как впоследствии выяснилось, сломали. С переломом женщина обратилась в больницу. По факту произошедшего ведется проверка. Пермские специалисты проверят цены на яйца. Мероприятие стало следствием многочисленных жалоб на порой, казалось бы, неоправданный рост цен. В ходе специалистам предстоит разобраться в причинах и условиях роста цен на яйца. Отметим, яйцо входит в перечень отдельных видов социально значимых товаров первой необходимости, и на них должны устанавливаться максимально допустимые цены. Сотрудников и посетителей пермских клубов проверили на наркотики. Антинаркотические рейды прошли в местах массового досуга молодежи. В ходе работы по подозрению в употреблении было задержано более 25 человек, и лишь у двух из них факт потребления был выявлен. Сотрудники полиции отмечают, что такой низкий показатель является следствием того, что процедура выявления наркотика в анализах несовершенна. Каждый Соликаменск на один день сможет стать напарником участкового. 13 ноября участковые расскажут о состоянии преступности на их территории и ознакомятся со своими обязанностями. О тех, кому от 18 до 40 лет появится возможность поучаствовать в повседневной работе участковых инспекторов полиции. Заявки на участие в мероприятии принимаются до 6 ноября по телефону 5 12 59. С прогнозом погоды на завтра познакомим сразу после короткой рекламы. А в завершении выпуска вы увидите. Олимпийская сотка. Когда в городе появятся деньги с олимпийской символикой? Творчество на показ, для кого в Декаприкамье прошел краевой фестиваль. Телекомпания СНТВ приглашает в команду корреспондентов. Вышеобразование, творческое мышление, инициативность обязательная. Заработная плата АКЛАС плюс процент. Звоните по телефону 707-83. В пятницу 1 ноября в Соликамске днем ожидается плюс 1 градус. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Облачно, возможен небольшой дождь. Ну а теперь о погоде в других городах. В Черные термометры покажут плюс 1 градус. Облачно, ожидается небольшой дождь. В Перми днем плюс 3 градуса. Облачно, возможной осадки в виде дождя. В Кубахе температура днем плюс 2 градуса. Также облачно и небольшой дождь. В Екатеринбурге днем плюс 5 градусов. Пасмурно, ожидается небольшой дождь. Наши телезрители прямо в эфире могут получить бесплатные консультации педагога, психолога и юриста. Оставляйте свои вопросы на нашем сайте www.3wsoldefistv.ru или звоните по телефону 707-83. Сегодня на вопросы телезрителей отвечает юрист Артур Шашуков. Рассмотрим следующий вопрос, поступивший от телезрителей. Мать и отец не зарегистрированы в браке. Мать плохо обращается с ребенком. Можно ли получить полное опекунство на ребенка? Если да, то как? В данном случае отец ребенка может обратиться в органы опеки и попечительства с заявлением о принятии мер в отношении матери, которая нарушает права ребенка и обращается с ним ненадлежащим образом. Органы опеки и попечительства должны провести проверку по данному факту и в случае подтверждения обстоятельств, указанных отцом, должны будут обратиться в суд с заявлением о лишении родительских прав родителя, который ненадлежащим образом обращается с ребенком. В принципе, родитель и сам, один из родителей, отец в данном случае, в праве сам обратиться в суд с подобным заявлением. Единственное, что необходимо будет подтвердить указанные им обстоятельства, то есть доказать факт ненадлежащего обращения матери с ребенком. В случае, если решением суда мама будет лишена родительских прав, отец будет в праве обратиться с заявлением органа опеки и попечительства с заявлением о назначении его опекуном, данного ребенка. И помните, необходимо знать свои права и уметь их защищать. Депутаты Законодательного собрания Пермского края совместно с Министерством культуры решили дать каждому талантливому ребенку показать себя, что называется, во всей красе. В какую творческую форму все это вылилось, узнаете прямо сейчас. Где, как ни на концерте, конкурсе или фестивале, можно показать все, на что ты способен. Сегодня, 31 октября, Дом культуры Прикамьи открыл двери для всех желающих. В его стенах проходил второй этап краевого конкурса фестиваля «Дарование Прикамья». Очный, как его называют организаторы, этап стартовал в 12 часов дня. У входа всех участников поджидала регистрация. В фойе здания расположилась небольшая выставка, а в зале настраивали свет. Но по традиции, перед началом выступления самым живым местом во всем ДК оказались гримерки. Алена Ануфриева любит танцевать чуть ли не с самого детства. Уже два года она занимается в школе восточного танца «Атэш». Увлечение восточной культурой и, собственно, танцами и подтолкнула Алену поучаствовать в конкурсе вместе с коллективом. Развивать творческий потенциал у ребят и вообще у молодежи – это очень важно, в наше время особенно. И музыка, танцы и, в общем-то, все остальные виды искусства этому помогают. За два года вместе с подругами Алена принимала участие в самых разных конкурсах. Сплоченный дружный коллектив, по ее мнению, помогает победить на любых соревнованиях. Очень трепетно каждый из участниц относится не только к выступлению, но и к костюму – одному из самых главных элементов. Танец, который Алена будет показывать с подругами перед судьями, называется «Восторг». Поэтому и цвета на костюмах яркие, привлекающие внимание. Танец – это одна из номинаций фестиваля. Помимо этого вида творчества в программе есть вокал, изобразительное и прикладное искусство, особая мода при каме и многое другое. В соседней соленой гримерной мы увидели целую коллекцию оригинальной одежды. Полина, участница конкурса, рассказала нам о своем костюме. Ну, он необычен. Тут связаны фартук и брюки. Галстук необычный. Видите, буковки мы покрывали специальным лаком. И вот головной убор. Вроде бы все просто, но когда выйдешь на сцену, покажется необычно. Такой масштабный по видам творчества фестиваль в крае проходит в первый раз. Инициаторами его выступили депутаты ЗАГС Собрания Пермского края при поддержке Министерства культуры. Сам фестиваль проходит в два этапа. На первом ребята отправляют свои работы и фотографии в крае, где их оценивает специальная комиссия. На втором этапе своим творчеством дети удивляют вживую. Специальная комиссия с целью выявления лучших из лучших колесит по региону. Те коллективы, которые успешно пройдут второй этап, смогут выступить на отчетном галоконцерте, который пройдет в Перми. Какую цель преследуют организаторы, мы узнали у Татьяны Павловой, организатора фестиваля. Целью фестиваля изначально ставилось это поддержание и формирование у детей уважительного отношения к культурному многообразию Пермского края. И, наверное, его вторая, но очень главная цель, это чтобы каждый ребенок из разных уголков Пермского края мог продемонстрировать свой творческий потенциал, отправить нам на конкурс работу, неважно, профессионально он занимается каким-то творчеством или это его любительское занятие, хобби. Яркие номера, улыбки и желание победить ослепило одну восьмую зала. К нашему удивлению, о конкурсе знали только те ребята, которые либо уже занимаются в творческих коллективах, либо хорошо владеют интернетом. Анонсирование с нашей стороны было освещено полностью, что будет данный тур проходить. Но, наверное, здесь конкурсы чаще всего проходят не как показательные яркие выступления, а все-таки отсматривают техническую сторону. И, соответственно, кто пришел поддержать наши коллективы, тем мы благодарны. Такие конкурсы и фестивали, как «Дары Приками» – отличная возможность для каждого ребенка показать свое творчество, попробовать себя в чем-то новом и удивительном, завести новых друзей. Сегодня ребята действительно постарались на славу. Они пели, танцевали, показывали свои подделки, шили специально костюмы. Однако остается открытым вопрос – для кого же все это было? Новость для нумизматов. Банк России выпустил в обращение олимпийские 100-рублевые купюры. Тираж банкнот – 20 миллионов штук. Напомню, дизайн был презентован еще в марте этого года, но тогда показали лишь дизайн и образ купюры. Готовых денег еще не было. Примечательно, что Центробанк впервые выпустил памятную банкноту. Также впервые банкнота стала вертикально ориентированной. Олимпийские деньги выпущены номиналом 100 рублей, поскольку это самый ходовой номинал. О том, когда олимпийские деньги появятся в Сарикамске, мы пытались узнать в расчетном центре. Но в телефонном разговоре нам пояснили, что информации о том, когда и в каком количестве юбилейные банкноты появятся в нашем городе, пока нет. Ну что ж, будем ждать олимпийские деньги в нашем городе и обязательно пригласим одного из счастливых обладателей в нашу студию. Ну а у меня пока все. Телекомпания Соль-ТВ желает вам интересных, полезных, а главное, хороших новостей. С вами был Александр Чухлинов. Увидимся завтра в 18.30 на телеканале «Звезда». Всего вам доброго. Телекомпания Соль-ТВ приглашает в команду корреспондентов. Высшее образование, творческое мышление, инициативность обязательная. Заработная плата А-класс плюс процент. Звоните по телефону 707-83. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова